Евросоюз — это образование, которое было создано искусственно. И, в общем, задача тех, кто его создавал, была прежде всего максимально нивелировать ментальные и культурные особенности государств, которые будут входить в это образование. Тут вопрос не только валютного контроля за счет единой денежной единицы, а вопрос в том числе и психологического, и интеллектуального давления на страны, члены этого союза. На сегодняшний день попытка создать некое безликое мультикультурное сообщество, она, в общем, терпит фиаско. И в Европе, слава богу, все страны, независимо от того, большие они или маленькие, они все больше и больше цепляются за свои корни, за свои национальные интересы и так далее. Поэтому я думаю, что то, что останется от ЕС впоследствии, это, скорее всего, будет, да, безусловно, режим открытых границ. То есть вот эта так называемая дорожная карта Шенген, которая позволяет передвигаться беспрепятственно и так далее. Но я думаю, что сначала может произойти некое деление на локальные какие-то союзы экономические, в том числе и со своими валютами. Ну, а дальше посмотрим. Ну, 100% это будут отдельные союзы Балтийских государств, отдельный какой-то будет союз у Средиземноморья, это Испания, Италия, Франция, скорее всего. Поэтому Европа, Скандинавия отдельно, Европа разойдется все-таки по вот таким созвучным друг другу анклавам, и это будет, на самом деле, более органично, нежели большой громоздкий Евросоюз, внутри которого мнения далеко не всегда сходятся, и далеко не всем интересно, опять же, исполнять указания Вашингтона, прям так сразу сходу взяв под козырек. Поэтому я думаю, что эта ситуация через какое-то время изменится уже на наших глазах.